Водоканал намерен сэкономить на перевозке хлора. Первый этап реконструкции хлораторной станции позволил усовершенствовать технологию обеззараживания питьевой воды в Запорожье. В этом году на ДВС номер 2 планируется выполнить значительный объем работ в рамках второй очереди реконструкции хлораторной. На выполнение этих работ в бюджете развития города выделено более 5 миллионов гривен. Второй этап реконструкции – строительство отдельного здания хлораторной со складом для хранения хлора необходимыми сетями и прочим. Сейчас подрядчики кладут кирпичные стены и монтируют дренажные сети. Также в планах на этот год прокладка внешних сетей, завершение строительства здания и выполнение в нем отделочных работ. Следующий этап – поэтапный демонтаж оборудования хлораторной и перенос его уже в новое здание. Это позволит внедрить современную систему безопасности, в том числе водяные шторы в случае утечки пара, чего невозможно сделать в здании ДВС. Это позволит также минимизировать расход хлора при соблюдении качества подготовки воды, что благоприятно отразится на этом качестве воды. И это позволит сократить расходы самому коммунального предприятия «Водоканал» на перевозку и транспортировку хлора, который территориально находится и хранится на Днепровской водопроводной станции номер один на левом берегу в районе села подпорожные. Самое главное – убрать, минимизировать маршрут передвижения хлора с ДВС-1 на ДВС-2. То есть сейчас получается, мы работаем без склада, работаем с машиной, каждый день подвозим хлор, а по правилам маршрут передвижения хлора должен быть оптимальным, как можно реже. Монтаж наружных сетей здания хлораторной планируют завершить до 10 сентября. Пока что в графике работ наметилось существенное отставание.